В отношении также аналогичного отношения депутата Кокаря. Ну, здесь вопирующий вообще факт. Сразу указано, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Гарри Гуранович, скажите, а проводилась ли экспертиза на предмет состояния опьянения? А может быть, не алкогольного опьянения, может быть, наркотического опьянения? А может, вообще не было никакого опьянения? Не проводилось. Если не проводилась экспертиза, то возникает большой вопрос. Как находясь в состоянии алкогольного опьянения? Это просто. Минута, вы вводите в заблуждение. Можно говорить все, что угодно. Можно говорить все, что угодно. Можно продолжить. Вы введете в заблуждение. Можно действительно сказать самостоятельно, что я в состоянии алкогольного опьянения. Может это сказать свидетель, который по внешним признакам видел, ему так, может быть, показалось, что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Может, у него движение неровное. Но для процессуальных документов это недопустимо. Это один вопрос. Второй вопрос, который возникает сомнение. Демонстрирую, желая противопоставить себя окружающим, вот пишется в состоянии, демонстрируя пренебрежительное отношение к правам жителей на отдых в ночное время суток. Здесь также можно, конечно, как и было сказано, также реализуя внезапно возничный преступный умысел. Здесь отсутствует понимание, как определена субъективная сторона, субъективная сторона этого преступного деяния. Но вот что больше всего вызывает даже такую некую иронию. Пренебрежительное отношение к правам жителей в отдых в ночное время суток. Надо же вспомнить, что это было, а здесь указано время, 22-38 минут. Это был День Победы 30 сентября. И в это же в ночное время суток в отдых, так и ранее было заявлено в следствиях массовой информации, стороны правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры, что праздновали День Победы, находился президент, в ресторане сидел. Еще говорили о том, что с ним был президент Южной Осетии. Там же пребывал и другие сотрудники правоохранителя Хормина в этом же ресторане. Какое-то ночное время суток. Вот здесь уже явно виден такой неэффективный подход. Дальше здесь в самом тексте в одной части у Хаса произвели пять выстрелов вверх, в другой части произвели выстрелы в воздух. И дальше идет продолжение в ходе осмотра, то есть проведения по российской экспертизы, оружия марки ГЛОП, которое было обнаружено на перекрестке улицы Кабония. Всем известно и более того, и вы даже показывали фотографию, когда предоставляли в СМИ информацию о произошедшем событии, показывали фотографию этого ГЛОПа и говорили об изъятии этого ГЛОПа. Но и изъятие этого пистолета ГЛОПа была проведена с нарушением процессуальных правил. А так не изъятие? Нет, конечно, не существует. Дальше еще что. В представлении указаны про допросы свидетелей. Кокая, ГГ, МАН, ВВ, Кокая, ЗК, Зарандия, Кокая, ДЕЛБА. Они в представлении представляются в качестве свидетелей допросов, которые подтверждают производство выстрелов. Но, может, кто не знает, что эти свидетели являются родным отцом Гарри Кокая, родным дядей, братом, одним, вторым, двоюродным братом, другом. И их приводят в качестве свидетелей, что он производит выстрелы. При том, что они вообще, кажется, по этому делу должны проходить в качестве потерпевшего. Да, не по этому делу, а по другому делу, которое мы просто не видим напряжения, уже истекает третий месяц, 30 сентября, и отсутствует движение по иным фигурантам данного дела. Их права каким-то образом защищены. Их привлекают в качестве свидетелей против своего сына, племянника, брата, друга. Наверное, они отказались тоже от свидетельства иммунитета, хотя законом можно не свидетельствовать против своих близких родственников. Но, тем не менее. И много очень таких фактов, которые у нас не представятся возможными, обсудить их на заседании парламента. Продолжение следует...